Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, желание моего сердца сегодня продолжить размышления о теме, которую мы обозначили для себя, для нашей Церкви, в течение определенного времени мы будем рассуждать о Боге. И вы знаете, хотелось бы привести один пример. Например, история говорит, что в древней столице Испании, городе Вала-да-Лиди, в свое время люди установили большой монумент или памятник, посвященный открытиям Кристофора Колумба. И главная часть этого монумента изображает в себя льва, который своей лапой стирает какую-то надпись. Эта надпись гласила «Ничего дальше». Какая странная надпись, не правда ли? Дело в том, что много веков назад моряки, которые выплывали для того, чтобы открывать новые земли, они разочаровались в том, что их открытие будет иметь какой-то либо успех. Они определили для себя, что дальше никаких новых земель, ничего дальше нет. И берега Испании являются краем земли. Они просто боялись плыть дальше. И поэтому для них был краем земли это то место, где они просто жили, и там, где позволяли их невозможности. Но история свидетельствует, что в 1492 году, когда Кристофор Колумб открыл материк, на котором мы с вами живем, и когда он вернулся в Испанию, рассказал о том, что есть огромнейший континент, огромная земля, слово «Ничего» пришлось стереть. И написали следующее слово «Дальше, больше». И сегодня на этом памятнике осталось два слова «Дальше, больше». У меня сегодня вопрос ко всем нам в познании Бога. Братья и сестры, вы остановились уже в своей жизни познавать Бога? Какую надпись мы напишем для себя лично? Согласитесь, друзья, что где-то наш опыт христианской жизни подводит нас, и где-то мы привыкли, может быть, в своем познании, в своем опыте, в своих каких-то достижениях, и мы где-то соглашаемся, что достаточно этого. В общем-то, мы знаем о Боге. В общем-то, мы неплохо ориентируемся и в Писании, и в Библии. И, в общем-то, мы знаем, что Бог есть, есть Христос, есть Дух Святой. Да что, братья, вот еще на кафедре нам рассказывают, да еще такими словами непонятными. Вы знаете, у меня есть тоже переживания, братья и сестры, и я не хотел бы, чтобы в нашей церкви это существовало, может быть, атмосфера, или для того, чтобы мы могли просто посвятить какое-то время, для того, чтобы что-то, ну, еще рассказать о чем-то. Вы знаете, что одна из серьезных проблем в современном христианстве состоит в том, что люди неосознанно, я повчеркиваю, неосознанно вбивают клин между богословием и практической жизнью христиан. Мы полагаем, что богословие – это то, во что нам нужно верить. А христианская жизнь – это наши поступки, наша повседневная жизнь, это наша семья, это наше служение, наши посещения и многое другое. Порой мы не всегда понимаем вот эту близкую связь, которая должна существовать между богословием и практической жизнью церкви. Братья и сестры, когда мы такие слышим слова за кафедрой, как теология или доктрина, кстати, доктрина – это латинское слово, обозначает очень простое слово – учение. Или мы слышим, может, какие-то доказательства, антропологические доказательства или другие. Мы как-то настораживаемся и думаем, что это относится к аудитории где-то студентов, семинарии или какого-то библейского заведения. Вы знаете, братья и сестры, немножко вникая в историю, история говорит, что отцы церкви, которые жили с 1 по 5 век, так принято считать, что в первых 5 веках Бог подарил церкви особых, одаренных людей, которые получили особые откровения. Их не так много, их принято называть отцами церкви, которые жили в первых 5 веках. В веках эти люди заботились, чтобы учение и практическая жизнь повседневной жизни была в полном согласии друг с другом. Когда в ранней церкви учили о Боге, то учителя ожидали, что это истина о Боге, о Его атрибутах, Его святости, Его любви, Его всевластии, Его могуществе. Она пойдет вот туда, в жизнь, в повседневную жизнь верующих людей. И это действительно так. Вот почему, братья и сестры, жизнь первых церквей, ранней церкви, как принято считать, она не просто ограничивалась каким-то времяпровождением. Это церкви, которые были жажды, жаждали познавать живого Бога. И эти познания, которые они получали, они просто приносили свою повседневную жизнь. Братья и сестры, это то, о чем апостол Павел проповедовал в послании к Ефесянам, 3 глава, 18 стих, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Обратите внимание, укорененные и утвержденные. Он не ограничивался просто легкомысленным таким, знаете, познанием. Вы что-то знаете о Боге? Что-то знаем. А что вы знаете? Да что-то вот знаете вот об этом. Нет. Если бы мы оказались в то время в тех церквях на служении, братья и сестры, мы поразились. Это было учение. Это были, можно сказать, скамни, на которых сидели ученики, которые пришли учиться. Они впитывали каждое слово. И потом, возвращаясь домой, они это превращали в свою практическую жизнь, воплощали это учение в своей жизни. Поэтому Павел говорит, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми. Обратите внимание, какая перспектива, широта, долгота, глубина, высота. Для кого это? Для верующих, для детей Божьих, которые получили разум, ум Христов. И разуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Вот об этом мое переживание и молитва, братья и сестры, чтобы время, которое мы с вами посвятим, изучая о Боге, о Христе, о Духе Святом, о человеке, о спасении, об ангелах, о втором тысячелетии, то, что представлено сегодня богатством церкви, братья и сестры, оно не осталось вот здесь, не осталось только в голове нашем, для того, чтобы оно стало жизнью нашей. Если можно, братья, откройте, пожалуйста, первый слайд. Мы, когда рассуждали, смотрели, каким образом учение о Боге можно как-то сконцентрировать. Понятно, что об этом можно говорить долго, братья и сестры. Времени не хватит на этой земле и в вечности. И у нас не будет времени, чтобы познать его глубину, его величие, братья и сестры. Для того, чтобы не уподобиться вот этим морякам, которые воздвигли этот памятник и написали ничего дальше. Я посвятил, братья и сестры, шесть пунктов, в котором мы просто доступной форме могли бы говорить о Боге. Определение Бога, существование Бога, сущность Бога, личность Бога, триединство Бога, свойства Бога. Сегодня будем мы говорить о личности Бога. В следующее воскресенье будем говорить о свойствах Бога. И третье воскресенье, последнее воскресенье месяца, будем говорить о триединстве Бога. И в ноябре месяце мы начнем учение об Иисусе Христе. Мы это делаем для того, чтобы мы могли кратко, ясно, доступно дать вам, братья и сестры, вкус, для того, чтобы мы могли познавать, жить жизнью вечного Бога. Я так бы и хотел, чтобы это было практически в нашей жизни. Я, знаете, живу этим. Мне нравится познавать, когда ты сам готовишься, ты просто восхищаешься Богом. Мы говорили с вами о сущности Бога. Уберите, братья, пожалуйста, спасибо за это. Я бы не очень хотел, чтобы мы отвлекались очень многом, будем постараемся не так много давать, может быть, слайдов, текст описания. Но, братья и сестры, хотел бы, чтобы церковь наша была учащаяся церковь, мудрая церковь, понимающая Бога и практикующая учения Бога в своей повседневной жизни. Вы скажете, какая польза в том, что я буду знать сущность Бога, что Он есть Дух? Какая польза, братья и сестры? Давайте я вам просто приведу такой, знаете, простой пример, практическую пользу. Мы без этого никак не сможем. Это очень важно. Если мы не будем понимать, что Бог есть наш Дух, братья и сестры, с этим связано все. Наше спасение, наше поклонение Богу здесь в собрании, наше служение Богу в зависимости от того, насколько мы будем понимать. Потому что, обратите внимание, братья и сестры, если Бог наш есть Дух, невидимый, вечно присутствующий на всяком месте, везде, братья и сестры, то и отношения Он выстраивает свои с нами, братья и сестры, не на основе наших чувств. А я чувствую, нехорошо, неверно, я знаю, а я знаю, Искупитель мой жив, Бог вложил и создал в нас Дух, Светильник Господень есть Дух человека. И запомните, дорогая церковь, Бог с нами имеет отношение только с нашим возрожденным истинным Духом. Вот почему мы поем сборника, братья и сестры, Возрождение 421. «Духом я люблю созерцать, со креста текущий ручей, льется в нем для всех благодать, им я сделан снегобелей». И автор этого псалма, братья и сестры, не просто думал, что же написать, душою ли, мыслями, глазами. Нет, он пережил, потому что возрожденный человек имеет отношение с Богом только Духом, истинным Духом, соединенный с Богом. Или сборник другой мы поем. «Когда я в Духе созерцаю миссии образ неземной, тогда я горе забываю души усталой и больной». Братья и сестры, наше поклонение должно быть. Поклонение как? Я удивляюсь этому учению Иисуса Христа, когда Он передал этой женщине самарянке у колодца, когда Он раскрывал величайшую истину, ибо этой падшей женщине, которая себя, может быть, знаете, уже потеряла надежду на то, что изменится ее жизнь, вообще нравственная жизнь, вдруг открывает, знаешь, что есть Бог, и вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, потому что Бог есть Дух. И поклоняешься Богу, должны поклоняться, братья и сестры, прежде всего в Духе, когда мы приходим с вами сюда, в это собрание, в эту церковь, братья и сестры, и когда мы слышим это слово, или когда мы поем гимны, братья и сестры, нормально, когда наши глаза наполняются слезами умиления, радости, торжества, а когда уста хотят открыть, Господи, благодарим Тебя, потому что особое место церкви, братья и сестры, когда Дух наш соединен с Ним, душа будет подчинена. Не будем молчать, братья и сестры. Вот почему важно поклонение и понимание, что Бог наш есть Дух, и поклоняться Ему надо только в Духе и в истине. Или когда мы говорим о нашем хождении, в послании Римлянам, 8 глава, 16 стих, апостол говорит, «Сей самый Дух, а Дух я святом, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Братья и сестры, были у вас в моменте вашей жизни сомнения, спасен ли я? Имеете ли вы уверенность в спасении? Кто вам об этом сказал? Что может вас убедить в этом? Что может убедить человека, которых людей выводили на арену в первом веке, которые отдавали свою жизнь или предлагали ему? Признай Кесаря Господом и будешь жить. Они отказывались и шли на мученическую смерть. А потому что есть та сила, когда все земные источники отрублены, нету никакой поддержки земли, то есть нечто сверху. Великий Бог, который есть Бог, Дух, наполняет силой, благодатью, уверенностью и надежду, берет за руку и проводит по этой земной долине жизни. Братья и сестры, вот что значит сущность Бога. Бог есть Дух. Мы говорили о том, что Бог есть, Он сказал, Бог есть свет. Бог есть свет, братья и сестры. Какое это имеет отношение к нам? Братья и сестры, какое это имеет отношение к нам о том, что Бог есть свет? Величайшее, потому что Бог говорит, вся земля лежит во тьме. И вдруг Он называет, братья и сестры, одну группу людей и говорит, «Вы – свет мира!» Кого Он называет, братья и сестры? Верующих, церковь, вы – свет мира. Возродив нас, братья и сестры, подарив нам возрожденный Дух, Он наполнен наше сердце светом. Представляете, братья и сестры, вы приходите завтра на работу, и Бог говорит, и свет вот здесь. Все вокруг тьма. Дети, вы приходите в школу, студенты, вы приходите на занятия. И говорит, «Вы – свет Бог называет!» Как вы будете себя вести? Вы знаете, на этой неделе Бог подарил мне удивительную встречу и преподал удивительный урок. Я не готовился к этой встрече. И человек, который был со мной, познакомился, тоже не готовился к этой встрече. Он не живет в нашем городе. И у нас встреча где-то была около часа. Но я никогда еще в своей жизни, последние годы, живя в этой стране, не встречал такого человека, который бы так бы жаждал познать живого Бога. У него была масса вопросов. Когда он знал, что я христианин, у него была масса вопросов о спасении, о жизни вечной, о познании Бога. Он был религиозным человеком, не знающим Бога. Мне нужно было торопиться в церковь. Во вторник я старался ему говорить о Боге, путь спасения, об Иисусе Христе, многое. Потом, понимая, что наша встреча закончится, я говорю, дорогой, я знал, где он, в каком городе. Поедет, там есть церкви. Встретит себя с верующими. Познакомься, они тебе больше расскажут. Братья и сестры, я был потрясен его ответом. Он сказал, я был там. И я глубоко разочаровался в верующих и в их жизни. Братья и сестры, можете себе представить, какая катастрофа на пути этого человека, который жаждет Бога, встретились люди, которых не отобразили свет Христа. Бог говорит, ты свет, живи как свет. Не просто свой собственный свет, который ты придумал, а свет, который я тебе дал. Я пытался что-то говорить ему. Мы обменялись телефонами. Но это катастрофа, братья и сестры. Знаете, много-много лет назад я для себя сделал такой урок. В моей, можно сказать, еще детской жизни, утвержденной, когда мы только переехали с деревни в город. Это была последняя четверть года. Она делилась на 4 часи, если вы знаете. Я был в пятом классе. И вы знаете, только пришел в эту школу новую и ничего не знал еще. Но в этой школе было много верующих ребят, которые ходили в церковь. И как помню сейчас, наш весь класс, в котором находился, мы сорвали урок, как это бывает. Все ушли с урока, со второй смены. Я, конечно, тоже присоединился. И когда вернулись на следующий день, зашел директор школы, которая уже познакомилась с моим делом, и она знала, кто я. Она посмотрела на весь класс и назвала мою фамилию. Говорит, встань, пожалуйста. Я встал. И она сказала несколько слов. Верующие так не поступают. Весь класс узнал, что я верующий. И весь класс понял, о чем идет речь. Братья и сестры, я был в пятом классе, но я извлек для себя урок на всю жизнь. Я хотел бы сегодня обратиться к церкви, к верующим. Братья и сестры, осознаем ли мы, что Бог назвал нас и дал нам этот свет, жизнь, и сказал, ты свет. Когда мы завтра придем на работу, на том месте, где мы работаем. Мы понимаем, какая огромная ответственность, что Бога, Которому мы верим, является Его сущность, Он свет. И в Нем нет никакой тьмы. И Ему нужны дети Его, которые бы светили в этом мире. Сущность Бога, Он сказал о себе, сказал еще, я есть любовь. Бог есть любовь. Братья и сестры, какое практическое значение для нас с вами, в повседневной жизни? Какая практическая польза от этого богословия? А в том, что Иисус Христос сказал, братья и сестры, мы хорошо знаем этот текст Писания, оттого мир узнает, что вы мои ученики, когда что? Мы хорошо знаем вторую часть. Когда у вас будут иметь очень хорошие деловые взаимоотношения. Нет. И не просто дружественные отношения. И не просто, знаете, какие-то особые. Вы будете любовь иметь друг к другу. И вот мир увидит и скажет, в этих людей что-то особенное. Почему они так ведут себя? Братья, вспомните, когда вы были в армии. И тогда, когда окружение было страшное, была тьма. И мы находились просто братья по вере. Пусть даже другого вероучения или другой динаминации. Помните отношения. Я помню это в своей жизни. И люди задавали вопрос, почему вы так относитесь друг с другом? Мы говорили, мы братья. Дорогая церковь, если Бог есть любовь, не должно ли страдать наше сердце от того, что мы не находим? Братья и сестры, я страдаю от того, что я не всегда нахожу любовь должную к нему и друг к другу, к людям. Это меня печалит, меня лично. Это моя личная трагедия. Но я хотел бы, чтобы, братья и сестры, и у нас это было переживание. Вот это, братья и сестры, богословие и наша повседневная практическая жизнь. И тогда, когда мы молимся, Господи, даруй, чтобы этот мир увидел любовь Твою, тогда мы скажем, мы не напрасно услышали урок о величии, о сущности великого Бога. Говорят, что ученые знают всего лишь 4% от всей физического мире, от всем физическом мире и его устройстве. Остальные 96% закрыты для людей. Можете себе представить, братья и сестры, мы говорим только о творении Божьем. А сколько же мы знаем о нашем Боге, который сотворил этот весь мир, всю Вселенную, галактику, все эти просторы? Да поможет нам Господь иметь эту жажду и желание познавать Бога. Братья, пожалуйста, откройте второй слайд. Я бы хотел сегодня очень просто, может быть, поговорить еще о одном свойстве или одной части, очень важно, о личности Бога. Бог, братья и сестры, сущность Его не только Дух, Любовь, как мы говорили, Он – Личность. Бог – это Личность, это принципиально важно. И как любая Личность обладает Личностными качествами. И все нравственные свойства Бога очень ясно говорят о том, что Он является этой Личностью. И, братья и сестры, если бы Он не был таковым, мы бы никогда не имели с Ним взаимоотношения. Мы говорим «межличностные отношения». Мы с вами можем коммуницировать, разговаривать, потому что мы Личности. Мы обладаем, мы не можем таким же образом обращаться с животными. Люди любят, держат своих домашних животных, заботятся каким-то образом. Но это же не те отношения, правда? Но когда мы люди, Божьи творения, мы обладаем качествами, и мы общаемся друг с другом. Поэтому это очень важно признать, верить и проповедовать о том, что Бог – Он Личность. И, как и любая Личность, Он обладает самосознанием. Он осознает, кто Он. Он, братья и сестры, каждый из нас знает свое имя, знает себя. И таким образом Бог тоже когда-то сказал народу израильскому через Моисея, когда Моисей пришел к Богу и говорит, вот послали, кто ты, как твое имя, что мне сказать народу? Когда они еще находились в рабстве египетском, помните? И Бог обращается к нему и говорит, книга Исход, 3 глава, 14 стих, «Я есть сущий», что в переводе означает «я был», «я есть» и «я буду», «я сущий», существующий сам в себе. Никогда не было времени, чтобы Бога нашего не было. Был всегда Он, в настоящее время, и Он будет всегда, и не будет такого времени, что Бог перестанет существовать. Он обладает самосознанием, как каждый из нас. Бог обладает самоопределением. Самоопределение – это сознательный выбор и утверждение своей собственной позиции. То есть, простым языком говоря, иметь собственное суждение и мнение. Бог не нуждается в помощи, чтобы Ему подсказывали. Вот обратите внимание, Иоанн, 13 глава, 13 стих написано, «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». То есть, когда бы спросили, Господи, кто Ты? Вот это есть самоопределение. Бог говорит, я Учитель, я Господь. Вы говорите, ибо Я точно то, и правильно говорите. Это и есть вот это самоопределение. Или пророк Исаия говорит, 45 глава, 5 стих, Бог говорит о себе, я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме Меня. Это является самоопределением. Кроме самопознания, самоопределения, Бог как Личность обладает интеллектом или разумом. Братья и сестры, какое счастье, какое величие, что Бог обладает. Это мы видим в видимом мире, в творении Его, в окружающем мире, братья и сестры. Можем себе представить, мы в прошлый раз говорили, немножко о творении касались, о Вселенной, о звездах, братья и сестры. Это настолько захватывает, настолько это представлено. Бог сотворил разумно, целесообразно, мудро, творчески. Он знает, что происходит сейчас в семи с половиной миллиардов или больше людей, о чем они думают, что будет случиться завтра. И все это для Него ничего не является тайной. Книга притчи, 3 глава, 19, 20 стих, написано так. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Нам не нужно переживать, братья и сестры. Вот почему Христос говорит, не заботясь о завтрашнем дне. Вот наше практическое богословие, довериться тому, который знает все. Знает наши переживания, знаешь наши нужды, наших деток. Знает абсолютно все. Он разумный Бог. И нам можно доверять Ему в решении любых наших жизненных вопросов. Бог обладает, братья и сестры, не только разумом, мудростью, Он обладает чувствами. Удивительно, правда? Бог чувствует. К чувствам мы относим радость, сострадание, жалость, ревность, гнев, сожаление, любовь, грусть. Бог видит, Бог слышит, Бог понимает. Мне очень нравится текст Писания. Один, если можно, братья, закройте этот слайд. Вот давайте откроем один текст, у кого есть в Библии. Книга пророка Осии. Книга пророка Осии, 11 глава, 7-9 стих. Потрясающие слова. Текст, который показывает вот сущность Бога, что Бог обладает особыми чувствами. Он не бесчувственный Бог, как идолы эти. Не слышат, не видят, не говорят. Вот смотрите, Бог обращается к народу через пророка и говорит, что народ мой закоснел в отпадении от меня. И хотя призывает его к горнему, он не возвышается единодушно. Дальше, 8 стих. Не сделаю, как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что сего ему? И обратите внимание, дальше, повернулось во мне сердце мое, возгорела вся жалость моя. Братья и сестры, мы испытывали когда-то в своей жизни, в своем сердце. Мы могли говорить такое, у меня сердце повернулось в особых обстоятельствах, правда. Мы говорим о нашей жалости, о нашем сострадании. Так обратите внимание, братья и сестры, Бог обращается к народу, тому, который Он создал, вывел, особо благословил и видит вот это Его упорство, упрямство. И Он обращается, показывается сущность Его, братья и сестры. Я не удивляюсь, братья и сестры, если было написано, что Бог плачет, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, как Христос это делал, говорит, повернулось во мне сердце мое, возгорела вся жалость моя. И дальше 9 стих, смотрите, и Он говорит, не сделай по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святый, не войду в город. Вот какого Бога, братья и сестры, мы знаем, личность, которая чувствует, чувствует сегодня. Вот почему написано, что касающийся вас, касается зеницы, ока моего. Вот почему Христос говорит, что Он знает состав наш, знает, сколько волосов на голове, и ни одна из них не пойдет без воли Его. Вот такого Бог, братья и сестры, Он имеет чувство. У Бога есть воля, воля благая, воля угодная, и воля совершенная, братья и сестры. Это очень важно. Вот почему иногда, когда мы слышим слово, проповедь о воле Божьей, о доверии этой воли, это важно, братья и сестры, понимать, что без воли Отца Небесного ничего не происходит, если бедствие, которое Господь не допустил бы, пророк Еремия говорит. Или Иоанн говорит, 6 глава, 38 стих, Христос говорит, «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Как важно, братья и сестры, нам доверять жизнь нашу воле Небесного Отца. У нашего Бога, братья и сестры, есть не только чувство, разум, воля, у нашего Бога еще есть имена. Если можно, братья, откройте последний, третий слайд. Это очень важно. Как зовут Бога, братья и сестры? Как вы обращаетесь к Богу? Это очень важный вопрос, это очень серьезный вопрос. Знаете, и для израильского народа, который был 420 лет, помните, в рабстве, это тоже был вопрос, они не знали, как обращаться к Богу. И вот смотрите, интересная книга «Исход», третья глава, 13-14 стих, «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Логический, здравый, нормальный вопрос, они скажут мне, как этому Богу, который послал, как ему имя, что мне отвечать? Бог сказал Моисею, «Я есть сущий, скажи нам Израилевым, сущий послал меня к вам». То есть, я есть тот, кто я есть. Продолжение следует, на еврейском языке понятие Бог означает тремя словами. «Эль», «Элохим», «Элоах». В греческом языке слово «Бог» обозначается одним словом «теос». Но все вот эти три слова, «Эль», приставочка первая, она передает как силу, как власть, как могущество Бога. Поэтому в переводе мы можем говорить, это Бог всемогущий, Бог крепкий, Бог сильный. Но согласитесь, мы же не обращаемся так в молитве, правда? Я никогда не слышал в церкви, что молились. Так как же нам обращаться правильно к Богу? Хотя в Писании это есть и очень много. Еще один текст Писания, обратите внимание, 6 глава, мы 3 главу книги «Исход», а вот в 6 главе книги «Исход», 2-й, 3-й стих, еще одно есть событие, связано с решением вопроса, как же Бога называть. Смотрите, «Говорил Бог Моисею и сказал ему продолжение диалога. Я Господь являлся ли я Аврааму, Исааку, Якову с именем Бог всемогущий, то есть Эль-Шадай?» Бог говорит, я являлся ли с моим Богом с именем всемогущим, Эль-Шадай? А с именем моим Господь, что означает Иегова, не открылся им. Поэтому это имя Иегова, Господь, братья и сестры, открывается. Почему вот такое множество, братья и сестры, почему так много? Если мы посмотрим, около 40 названий мы можем говорить, потому что показывает о характере Бога, о Его всемогуществе, о Его особенности, в каждом отдельном случае Он как-то по-особому представляет. Иегова Ире. Помните, братья и сестры, Авраам берет сына свою, ведет на гору. И сын спрашивает, отец, а где же Агнец? Знаете, что Авраам ответил? Иегова Ире. То есть Господь усмотрит Агнца. Господь – целитель. Книга Исход. Это тоже очень важное событие. Когда с Моисеем связано, они, когда не пришли, помните, вода была горькая. И он говорит, брось кусок дерева, чтобы вода исцелилась. И называет Господь Рафа, Господь-исцелитель. Или Господь-мир. Или Иегова-шалом, знакомая для нас. Или Иегова-рах, Господь-пастырь мой. И Давид обращается, когда в оригинале он писал и читал и обращался в молитве. Он называл Иегова-рах, Господь-пастырь мой. Братья и сестры, когда придут к вам, постучат вежливые люди с брошюрами, с книгами, и первый вопрос, который они вам зададут, а знаете ли вы имя Бога? Братья и сестры, вы смело можете взять Библию, открыть книгу Исход, 6 глава, 2-3 стих, и прочитать. Говорил Бог Моисею и сказал, «Я Господь Иегова», в русском языке «Господь», являлся ли я Аврааму, Исааку, Иакову с именем моим всемогущим Эль-Шадай, а с именем моим Господь не открылся им. И поэтому, братья и сестры, Бог открылся нам, и мы смело, поэтому, когда мы обращаемся к Господь Иегова, это правильное обращение к Богу, которое в Ветхом Завете упоминается только 6823 раза. Но мы живем в Новом Завете, братья и сестры, и настолько Бог заботился, чтобы и в Новом Завете церковь тоже понимала и важное значение имени Бога. Поэтому, когда Христос еще не родился, а было только пророчество о нем, Бог позаботился, чтобы верующие люди могли знать и правильно обращаться по имени к Богу. Поэтому пророк Исаия говорит, 9 глава, 6 стих, и нарекут ему имя. И дальше мы знаем. Нарекут ему имя, спасибо, братья, можно закрыть этот слайд. 6 глава пророка Исаия, нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности и Князь Мира. Это Господь Иисусе Христе, и вновь показывает многообразие, показывает вот это настолько Бог великий, дивный, и Он и Отец Вечности, и Он и Князь Мира, Он и добрый пастырь, и Он советник, и чудный. Помните, ангел является Марией, и Он тоже говорит, Он не просто, Мария, когда родится, у вас сын, ну назовите, может быть, каким-то именем, которое вам нравится, не дает повеление. Матфея 1 глава 21 стих, родит же сына и нарекует ему имя Иисус, что значит спаситель, ибо Он спасет людей своих от грехов, их. Братья и сестры, вот почему мы обращаемся сегодня в молитве, в поклонении, мы знаем имя Иисус, Титул Его Мессия, посланный Христос. Служение Иисуса Христа, братья и сестры, мы встречаем на земле, это тоже связано с именем Иисуса Христа. Нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись, братья и сестры. Бог наш, это личность, который обладает определенным и конкретным именем, к которым можем обращаться. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник, и безопасен. Братья и сестры, когда мы собираемся на служение, имя очень многое значит. Помните, Христос говорит в Евангелии от Матфея, 18 глава, 20 стих, где двое или трое собраны во имя Мое, во имя Господа Иисуса Христа, вот там Я посреди вас. Как это важно, дорогая церковь, когда мы приходим, и наша цель, мы должны подчиниться этому, мы должны четко поставить цель, мы приходим сюда, во имя Господа, во имя Иисуса Христа, и Он обещал быть с нами. Благовестие нашим, братья и сестры, это очень важно, передавать имя Господа. Вы знаете, возвращаясь к этой встрече, которая у меня была на этой неделе, когда мы много беседовали с этим человеком, он задал простой вопрос, я говорю, а вы молитесь? Говорит, да, но я не знаю, как правильно обращаться к Богу. Можем себе представить, образованный человек, имеющий несколько, владеющий несколько иностранных языков, имеющий образование, говорит, к стыду моему, я не знаю, я просто говорю, Бог. Я говорю, обращайся во имя Господа Иисуса Христа. Как просто, правда, братья и сестры? Как просто, а как много людей еще не знают? Вы знаете, один христианский автор в одной своей книге, аллегорически, он описал состояние людей, находящихся в аду. И он описал это очень интересным образом. Он описывает какую-то темную долину, в которой находится, множество людей находятся, сидят. И все эти люди сидят, они держат свою голову руками и немножко как бы раскачиваются, глубокой печали. И когда он подошел к ним, говорит, что вы думаете, что вы делаете? Они говорят, что когда мы были еще на земле, мы слышали об имени, которым можно было бы спастись и не попасть в это страшное место мучения. Но тогда мы пренебрегли, тогда мы не воспользовались. И трагедия наша заключается в том, что мы не знаем сейчас этого имени. Согласитесь, необычная интерпретация состояния ада. Но это место, где люди действительно не знают имени, нет возможности спастись. Это аллегория, это притча, братья и сестры. Но в ней есть глубокий смысл. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы знаем имя. А это имя стало для нас близким, родным. Я хотел бы сегодня обратиться к детям, верующих родителям, к подросткам, к молодежи. Дорогие друзья, к тем, которые еще сознательно не сделали выбор следовать за личностью, великим Богом. Вы знаете, мне кажется, что состояние человека, который знает о Боге, знает Его имя, ходит в собрание и не отдал своего еще сердца, не посвятил свою жизнь самое худшее из всех возможных. Знаете почему? Потому что люди, подобные, с которыми была у меня встреча, они не знают даже, как имя Бога. Они ищут, они их хотят, они во тьме. Но Бог дал нам особые условия, особую благодать, особую милость. Быть в собрании, слышать, быть воспитанным в семье верующих родителей, читать, может, даже Библию, быть на конференции и выбирать другой путь. Дорогие друзья, дорогие слушатели, так бы не хотел, чтобы оказались эти люди на месте тех людей, которых говорили в своей жизни, когда мы были на земле. Мы знали, что есть имя, которому надлежит спастись. Пусть Господь побудет нас сегодня, братья и сестры, чтобы наши учения, наши занятия, наши беседы, наши проповеди стали для нас практическим богословием, чтобы мы могли жить жизнью Христа, чтобы имя Господа, братья и сестры, и наше имя, которым назвал Высвет. Может быть, нам нужно покаяться пред Господом. Господь, прости за то, что я не вел себя на работе, в школе, в своей семье, на улице, так, как ты меня назвал. Дай, чтобы, зная Твое имя, я носил достойно имя христианин. Да поможет нам в этом Господь. Я приглашаю сейчас к молитве, и я верю, что когда Слово Божие проповедуется, Дух Святой работает, касается, и мы не устанавливаем время для обращения, это Божья работа, но я хочу обратиться, если вас Слово касается Божье, и вы понимаете, что вам нужно примириться с Господом, и Дух Святой вас побуждает особым образом сделать это сегодня, в любое удобное время. Прервать можно молитву, прервать можно пение, остановить можно все, и небо остановится, и Бог услышит молитву кающегося. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.